привет друзья ну что мы продолжаем с вами марафон по айурведе сегодня у нас по плану четвертый эфир ждем нашу риму и сегодня у нас будет одна из самых моих долгожданных мною тем мы сегодня будем с вами говорить про ежедневные такие утренние ритуалы айурведы которые вам помогают начать день в правильном состоянии рима уже с нами скажи мне пожалуйста ну вот я тебя давай я поговорю у меня все вроде как хорошо со звуком проверим кто нас слышит да девочки пишите как у вас звук давайте я тоже скажу давай я слышал какой-то если что у меня прием прием эхо да все мне кажется эхо прошло после наушников все прекрасно и так мы с вами ранее разобрались с дошами разобрались с промасливанием да у римы свист прошел свист сейчас скажите пожалуйста или то запаздывающие все отлично сегодняшняя сегодняшняя наша тема она будет как раз посвящена да называется этого юрведе называется дина чаре дина чаре это некий такой дневной рацион не только утра на мы касаемся но и в принципе наш весь день и и день устроен таким образом что вот эти доши которые мы с вами разбирали ранее они присутствуют не только в течение года но также есть в течение суток и когда мы понимая эту историю да что доши присутствуют в разное время разная доши доминирует мы можем свою жизнь понимая природу дош а также встроить определенную такую в определенный поток строить свою жизнь течение дня и как раз наверно я начну вот с этого нас есть три доши вата пита и капха на всякий случай да напоминаю что вата это воздушная легкая ветреная и подвижная история пита доша это огненная конституция да она такая деятельная и капха доша это у нас с вами устойчивая стабильная и такая фундаментальная маслянистая текучая водное связывающая то есть напомнила немножко на их природу их свойства и и начнем мы с вами давайте начнем с вами с двух часов ночи и до шести утра в природе преобладает вата доша легкая ветреная и подвижная и когда мы с вами в это время просыпаемся да как раз вот с этого и начнем то у нас с вами так как в природе преобладает такое состояние мы как бы входим наш день именно в таком же состоянии именно в подвижности легкости и это время до шести утра напомню и лучше всего конечно вставать это время в нашем теле уже все соки приходят движение в нашем теле когда мы так просыпаемся мы становимся как будто впереди дня самое лучшее конечно время для пробуждения это до до рассвета в то самое время которое я ранее говорила называется брама мухурта то есть это время когда за 45 минут до рассвета из космоса идет определенный поток энергии который напитывает в это время в природе все замолкает птицы замолкают там петухи курицы не кукарекают не поют и получается что в это время когда человек просыпается он как бы эту космическую энергию вселенной ее в себя вбирает и это конечно же наполняет и мы тем самым становимся более сбалансированными более такими чувствительными в течение дня чувствующими с точки зрения своей природы и это оптимальное время для пробуждения и плюс это то что вата доша вата период и дальше у нас шести часов утра до десяти часов наступает период который называется преобладает в это время капха природа именно вот это вот некая такая застойная стабильная природа такая устойчивая да и при этом она водная и земная и получается что когда мы просыпаемся в это время в это время как правило уже солнце встало и считается что в это время вообще в принципе в теле наши соки они словно останавливаются вы может быть замечали когда вы просыпаетесь там в пять утра как у меня девушка одна недавно сказала там что о я встаю иногда когда на самолет в пять утра я прямо себя чувствую под речком обычно я встаю там часов восемь пол девятого у меня нет той энергии как если я вот изредка у меня получается в пять утра вставать и также когда мы встаем в это время вы может быть обращали внимание что если вы спали например вот так то у вас вот этот отпечатки от ваших пальчиков они останутся на щеке либо на теле там складки будут там да от постельного белья которое смялось и это говорит о том что наши соки как раз стоят а мы продолжаем спать и тем самым мы причиняем себе определенный вред потому что по природе в это время нужно быть уже в движении чтобы быть в потоке дня да как бы если мы просыпаемся в период капха доши мы получается как бы догоняем день и не успеваем может быть войти в ритм дня и наверстать там да какие то уже потоки которые уже произошли лара скажи мне пожалуйста чтобы я разбавить туда наш мой монолог скажи пожалуйста как твои ощущения когда ты встаешь например от период вата доши и когда встаешь период капхи доши и при том еще капхи может быть которая будет такая отлаженная ну отложенная там да позднее есть у тебя такой опыт сравнения да я тебе уже говорила на прошлом эфире нашем у меня такое никогда не было вообще живя в москве там в любом большом городе мне очень легко игнорировать вот эти ну то есть ты там можешь сидеть до ночи работать там какие-нибудь сериалы смотреть ползаешь с утра по будильнику который там три раза переустанавливаешь и еще конечно наш климат он иногда так знаешь делает очень сложным подъем в пять утра у меня очень много друзей которые практикуют вот эти все ранние вставания в пять утра я все время думаю боже они сумасшедшие люди как они это делают зимой когда еще знаешь темно и холодно и когда я сюда на Бали упала у меня оно просто начало работать интуитивно здесь настолько вот эта жизнь простая плюс ты в таком режиме очень мне кажется ну очень природным настолько связан с природой и ты настолько чувствуешь ее что я просто сама автоматически начала вырубаться в десять вечера и такая знаешь просыпаться я смотрю я смотрю лежу как там солнце встает а потом ты просто понимаешь какой-то невероятный кайф если ты очень бодр и ты можешь там если у тебя супер насыщенный день ну то есть конечно ты там дико устаешь уже к вечеру и ты вот прям ты в закат где-то в шесть в семь вечера и после заката ты уже такой знаешь ты как природа ты тоже такой пялый такой уже медленный спокойный и ты уже там в принципе в десять в девять ты спокойно можешь идти и ложиться спать то есть организм сам требует что вот пойдем уже пойдем у нас уже режим у меня уже там завтра 5 утра ходил и для меня это до сих пор вот очень-очень неестественно даже когда я пытаюсь с моим диким ритмом жизни много ждать этот режим он меня все равно к нему уволит даже если я там иногда поздно ложусь я просыпаюсь в 5 утра уже на автомате без будильника у меня вообще нет уже будильника полгода последнего и это очень круто потому что если вдруг потом ты засыпаешь опять и такой ну мне же никуда не надо ну может быть сегодня полентьяне все равно ты уже после утра покупаешься немного такой помятый действительно ты такой вялый да вот есть эта разница я только здесь на самом деле уловила я не знаю может ты подскажешь приемы как в России в таком иногда суровом климате все равно уметь вот этот биоритм поддерживать потому что мне это удалось сугубо вот здесь просто потому что это случилось само собой без какой-то моей на то воли вот потому что ты потому что ты вошла более в природный ритм на самом деле конечно проживание в большом городе особенно в наше время когда обилие информации когда мы идем по улице и нам не цветы и деревья там да большей части попадаются а именно какие-то билборды информация какая-то яркая меняющаяся там привлекающая наше внимание это конечно же для человеческого существа подчеркнем что человек все таки природное да существо просто эти все каменные джунгли он сам своими руками создал для человека это не является нормой и я по себе вот чувствую да что когда я приезжаю в город и так как уже привыкла жить за городом на природе приезжая в город на какое-то длительное время если еще есть необходимость там задержаться и переночевать например я прямо чувствую что я как будто становлюсь обесточенная то есть есть разница человек который постоянно живет там например на природе как ты там да либо вот я за городом в деревне и человек который живет в городе это практически два разных по своей структуре человека почему что происходит когда мы мы становимся как бы знаешь такие нежные чувствительные к тем потокам которые есть в городе а человек который живет в городе для того чтобы он смог выжить в городе его структура она становится такая знаете как пуля непробиваемая она становится более такая защищенная и к этим ко всем каким-то потокам а именно у нас там очень много вайфая там да всяких таких вот именно да 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 волн таких да очень много и тем самым и так же еще мы же как живем там да в больших городах у нас через условно картонную стенку там да уже живут другие люди со своими вибрациями часто там экраны телевизоров во многих семьях это как некая норма которая постоянно работает там да и получается что человек находясь в таком в такой атмосфере в такой в таком окружении ему просто чтобы выжить нужно вот защищаться и его аура она становится такой вот маленькой плотненькой такой защищенной и тем самым он как бы начинает выживать там да и вот например я там в городе нахожусь я буду в конце дня себя очень чувствовать плохо потому что у меня более расслабленная там да вот эта вот вся энергия и она более открытая чем у человека который живет в городе именно с более закрытым таким состоянием но что происходит когда мы в таком закрытом состоянии у нас меньше энергии потому что когда люди живут на природе они более таки расслабленные и открытые к потоку у них способность пропускать через себя энергию она увеличивается мы потому что мы знаете как такие вот ходячие проводники мы ходим опираемся ногами на землю там да если есть возможность еще и босиком это делать это вообще супер а у нас открытая там да способность пропускать через себя именно энергию космоса как бы это ни звучало там супер эзотерично супер там типа вот крышу тут у тети не поехала на самом деле это существует и как бы к этому не относились это это есть это нельзя отрицать и получается что когда мы такие вот прямо закрытые мы перестаем пропускать это через себя понятно просто наша природа наш человеческий организм выбирает либо пропускать через себя одна история там да но так как угроз очень много вне вот этих каких-то потоков энергии вибрации информации то организм наш предпочитает закрыться то есть это как бы некий такой способ самосохранения там да алё я тебя не слышала да 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 все услышала хорошо и и получается тем самым у нас энергии становится меньше у нас креативности становится меньше ну вообще мы просто с точки зрения творческого какого-то начала мы просто такие как опа что бы придумать и мы начинаем жизнь знаете такой вот жизнью какой-то серой поэтому если конечно же вы живете в городе вам придется на самом деле уходите периодически в парк там да уходите в леса на выходные вот просто соединяться с природой это прямо очень важная история и дальше если мы это мы отклонились да но это очень такой важный для человека для человека момент и если же мы возвращаемся к нашему утру вот вы проснулись очень важный такой момент да не соскочить под звон будильника и ворваться в этот день в такой вот суматохе и в разряе вы проснулись идеально конечно если вы натренировали в себе такой вот принцип как у Лары вы просыпаетесь без будильника потому что будильник это стресс это огромный стресс для человека есть конечно сейчас разные гаджеты когда это как бы зажигается лампа там да какой-то солнце встало рядом с вами и вы под это этот начинает чувствовать просыпаетесь это будет лучший вариант чем если там что-то дрррррррррррр steel такой вообще стресс воняешь и вы в этом состоянии ворветесь в день и в принципе ну день будет не таким идеальным каким-то чётким, последовательным, потому что организм вошёл сразу в состояние стресса, гормоны все сбаламутились, и вам нужно очень много времени посвятить тому, чтобы это успокоить. Поэтому, проснувшись, можно, знаете, как попробовать потренировать. Вы когда засыпаете и себе говорите, ну, например, мне нужно проснуться в 6 часов, и отчитываете, сколько вы, например, 10 засыпаете, осталось вам 8 часов спать. Вы говорите, я просплю, 8 часов, я встаю в 6 часов. Такие вот прямо установки себе даёте, может быть, не с первого раза, но постепенно вы прямо войдёте в эту историю, что просыпаетесь тогда, когда вы себе дали установку. Это будет вообще чёткая история, потому что вы уберёте этот стресс, с которого начинаете в связи с будильником. Когда вы проснулись, вам нужно сесть на кровать, да, прямо, и вот этот вот момент, после пробуждения, он считается самым таким интуитивным, таким чувствующим, таким более точным. Вы можете как раз и послушать свой пульс, да, и почувствовать, а какой у меня сегодня, какая энергия в моём теле доминирует, независимо от того, какая ваша обычная, скажем, викрити, это викрити ваше состояние энергии, там, да, в соответствии с аюрведой, либо вата, либо пита, либо капха, но также может случиться так, что сегодня, например, я обычно вата доша, но почему-то я сегодня себя почувствовала, у меня пита доша доминирует, огненное состояние. Нужно вот послушать себя, а какая я сегодня, а что я сегодня чувствую по отношению к себе. У меня много энергии или мало энергии, вот прямо послушать себя. Можно почувствовать вкус во рту, который у вас есть, слюны, это будет сладкий вкус, это горький вкус, это какой-то вяжущий вкус или нейтральный. То есть послушайте себя, в каком вы состоянии проснулись. И относительно этого состояния, которое вы диагностировали, выстраиваете свой утренний ритуал. Например, вы, ну и в принципе, планируете свой день таким образом. То есть если я, например, проснулась в состоянии пита доши, да, я прямо чувствую как-то с утра сразу какое-то состояние гневливости, как вариант, да, жара может быть. Это некий такой признак пита состояния. Вы, значит, сегодня выстраиваете таким образом, что вы не едите, конечно же, что-то горячее на завтрак, острое на завтрак. Вы стараетесь себе добавить некой прохлады и тем самым нивелировать ваше огненное состояние. Также вы можете сразу запланировать, например, если я огненная девушка, там, да, сегодня с утреца так почему-то, либо в принципе по природе. Вы можете, например, не планировать платье на сегодняшний день в красных, там, оранжевых оттенках, потому что если на вас будет такая одежда, она будет тоже усиливать ваше огненное состояние. То есть старайтесь наоборот, например, выбрать платье такое вот прохладного цвета, нейтральных каких-то оттенков, таких вот может быть пастельных каких-то цветов, там, бежевых. Ну, то есть ничего такого огненного и разогревающего, потому что вы будете нести природу огня и так, там, да, в сообщество, куда вы придете, там, в компанию, в семью. А если вы еще и огненное платье, вы будете усиливать это состояние. В этот день тогда ваша гневливость будет больше проявляться. Ну и будете такой некий дисбаланс вносить туда, куда приходите, усиливая одно другим. Ну, такой маленький момент. Если же наоборот, вы почувствовали, что вы сегодня преобладание такой вата-доши, некое такое состояние такой вот ветренности, мысли прямо с утра какой-то в суете, вы не можете остановиться на чем-то. Соответственно, вы планируете, что у вас еда должна быть такая, завтрак не пропускаем. В этом случае вообще не, да, вы едите еду, которая будет вас утяжелять, промасливаться там, да, именно изнутри. То есть каше, например, и добавляйте сливочного масла или топленого масла ги побольше для того, чтобы прямо заземлиться. Одежду также можно выбрать такую, которая будет не легкая, ветреная такая, да, а согревающая. Именно оттенки могут быть согревающие, да, если, скажем так, на улице жарко там, да, и вам не подходит сегодня какая-то теплая одежда. Ну тогда пусть это будут цвета такие, мягкие такие, обволакивающие ткани, там ничего такого грубого, либо тонкого. И таким образом мы подстраиваем себя. Если же вы чувствуете, что, ну, либо вы по природе капха-доша, ну, раз мы сегодня пошли в тему одежды, то для людей капха-доши, напомню, да, это такие вот немножко, может быть, полноватые люди такие, растекающиеся, так, да, именно. В капха-люде, напомню, они могут впадать в состояние депрессии глубоко. То есть для капха-людей важно создать условия, когда их собирает и одежда, и то, что их вокруг есть, да, там, например, спать на жёстком, например, да, ну, такие аскетичные какие-то условия. Одежда, она в меньшей степени как кашемир, а в большей степени как, знаете, такая вот чуть ли не связанная из крапивы там одежда, ну, такая грубая, которая вот прямо им даёт возможность чувствовать своё тело, именно вот через какие-то рамки, там, может быть, пиджачки там, да, какие-то рамки тоже создаёт, именно чтобы капха была собранная. И если с точки зрения еды, а еда должна быть такая более подсушивающая, там, да, сутрица такая, вот, чем маслянистая, и при этом она должна быть согревающая, там, да, чем охлаждающая, как у пита доши. Вот, мы с вами прислушались к себе, наметили план своих мероприятий в поддержку своего состояния, и нам, конечно же, в первую очередь нужно опорожнять кишечник, мочевой пузырь с утра, и потом переходить к уходам. С утра очень важно проработать свои каналы, органы чувств, потому что наш ум, он, можно сказать, шестой орган чувств, он тот, который через органы чувств, там, да, вкус, обоняние, зрение, слух, осязание, он получает информацию. И от того, насколько ваши каналы проработаны, насколько они прямо вот, скажем, уточнены там, да, ну, доведены до восприятия точности, то настолько же и ум будет точен. Поэтому можно, нужно сделать таким образом, что мы поочерёдно один за другим начинаем прорабатывать с утра наши каналы. Понятно, что на это нужно выделить время, может быть, для этого и нужно вставать, там, да, до восхода солнца, для того, чтобы вот на это обратить внимание. То есть мы с вами обязательно начинаем такие вот ритуалы. Посмотрите, в первую очередь, пока вы не почистили, ничего не сделали там, да, с ртом, посмотрите на свой язык, в каком он состоянии. То есть если он розовый такой вот, либо налёт такой, ну, лёгкий там, да, это он естественный, потому что когда мы спим, наши токсины начинают выделяться в области языка, во рту скапливаться, и это очень важный момент, не упустить и не проглотить это всё там, да, а не начать есть что-нибудь с утра, ещё не прибравшись у себя во рту. Но вначале посмотрите. Если у вас на языке налёт такой вот толстый, такой белый, такой какой-то жирноватый, может быть, то это говорит о том, что в теле очень много амы, вот этих токсинов, много капхических таких ситуаций. И, конечно же, важно это всё убирать, вычищать. Можно для этого завести, как вариант, такие специальные есть штучки, палочка такая, пластиночка изогнутая, и это из меди, может быть, из серебра, прямо из серебра можно очень красивые такие штуки купить, которые просто будут в вашей ванной лежать и будут таким украшающим элементом даже. Я больше использую, просто подобрала себе чайную ложку с такими достаточно явными гранями, не смягчёнными, и мне удобно ложкой использовать, у неё изогнутый такой вариант. Ну и, в принципе, не нужно заморачиваться, искать какие-то специальные штуки и объяснять себе, я их не нашёл, значит, не начинаю делать. Ложка чайная, самое простое. И вы чистите язычок. Дальше. Если же всё-таки на вашем языке может быть налёт не такой вот явный, но он имеет, например, оттенки разные, это тоже может быть. Например, оттенок может быть такой желтоватый, коричневый такой, да, какой-то. Это говорит о том, что есть проблема с желчным и пузырём, и нужно на это обратить внимание. И почистить язык, конечно, тоже. То есть в этом случае налёт не сильно большой будет, но просто оттенок будет, да, такой явный. И мы также, понимая эту историю, мы думаем о том, что нужно помочь нашему желчному пузырю. Потому что если есть такой признак, то вы поймите, что качество переваривания пищи будет не очень хорошее, потому что желчь, да, помогает нам в этой истории. И, а также желчный пузырь и недостаточное количество выработки желчи, если там какие-нибудь дискинезии, там, да, всякие какие-то такие истории есть, то имейте в виду, что когда недостаточно желчи, то мы с вами через какое-то время можем начинать страдать проблемами в наших хрящах. У нас начнут суставы похрустывать, там, то есть не хватает вот определённого такого компонента, который помогает вырабатываться при достаточном количестве желчи. Поэтому всякие травки, там, да, например, я использую, есть такая трава, бхумия, малаки, поддерживает, в принципе, желчный пузырь и поддерживает работу печени. Разные травки желчегонного плана, там, типа, кукурузные рыльца, можете попринимать, именно попить. Обязательно, конечно, это делайте какими-то курсами. И нужно здесь понимать, да, нет ли каких-то противопоказаний. Этот момент тоже посмотрите в своей ситуации. То есть мы делали с утра диагностику, наметили, что нам нужно сегодня ещё поделать, чтобы себя поддержать. Если налёт на языке у вас будет такой вот сероватого оттенка, то это признак того, что есть дисбаланс ваттодоши, и ваттодоши не очень качественно циркулирует в теле и некачественно выводит там какие-то токсины. То есть нужно будет балансировать ваттодошу. А это именно промасливание тела, это успокоение организма через медитации, ну и так далее. И очень хорошо с утра мы почистили, убрали налёт, независимо от его оттенка там, да. И возьмите, возьмите, пожалуйста, масло кунжутное в рот и прямо пополощите. Вы почувствуете, как остатки, там, после того, как вы налёт убрали, вы убрали только с языка, он всё равно есть и в полости рта, в области горла. Вы можете прямо так почистить горло, там, а-а-а, вот такими действиями, да. И погоняйте масло через зубы. В кунжутном масле очень много кальция. Тем самым вы будете помогать вашим зубам. И также вы можете добавить ещё куркумы в это масло. То есть масло, например, отделили себе куда-то в кружечку, в чашечку. Добавьте туда куркумы, размешайте и пополощите с куркумой. В этом случае разные какие-то истории, там, стоматиты, либо если у вас какое-то есть состояние болезни горлышка, там, да, куркума будет как антисептик работать. Можете это тоже поделать. И когда вы пополоскали, вы почувствуете, что слюни выделяются, и они разбавляют вот это вот масло. И тем самым вы ещё и слюнные железы прорабатываете. И, конечно, это нужно дело выплюнуть, то есть, да, не глотайте. И вы заметите, да, в каком состоянии масло выходит, и порадуетесь за себя, что это всё не оказалось внутри вас, не всосалось обратно в ваше кровеносное русло, не попитало ваш ум негативным образом. Поэтому этот ритуал достаточно такой, ну, несложный, но очень эффективный. Вы почувствуете, как у вас, знаете, как будто вроде рот почистили, да, но у вас такое будет состояние, как будто и слизи становится меньше, и зрение становится лучше, и краски вы видите ярче, ум у вас становится более какой-то прозрачный. То есть это на самом деле достаточно простая штука, но надо её к себе в жизнь взять, так же, как зубы чистить. Мы же как-то тоже ведь, да, не всегда они сразу захотели этому себя приучить, но приучили, да, это стало как некой такой базовой необходимостью. Мы даже, если это не сделаем, мы чувствуем, что, блин, как-то вот весь день как-то не так идёт. Здесь точно так же. Вы потом поймаете разницу, что я это сделала и что я это не сделала. Точно так же, как со сном, да. Мы, когда подсели вот на кайф раннего пробуждения, и когда нечаянно, например, поспали подольше, мы начинаем чувствовать в теле чётко, явно, блин, как я раньше жил вообще так постоянно. Это два разных состояния. Здесь точно так же. Вы начинаете прямо подсаживаться на эти ритуалы, и они дают, конечно, много таких положительных результатов. Потом нам важно с вами промаслить, очистить нос. Особенно если сейчас вот период межсезонья, плюс период, да, вот этой пандемии, нам важно усилить, усилить наши пазухи, дыхательную систему. Для этого я рекомендую завести дома масло анутайлом, либо шатбинду. Я, в принципе, чаще сталкиваюсь с маслом анутайлом. Это кунжутное масло, и в нём есть большое количество трав. И есть такая процедура, она называется НАСИА-терапия. Мы во время онлайн-курса очищения там тоже подробно на этом останавливаемся, и я рассказываю об этом. Но в домашних условиях вы можете именно как ежедневный ритуал, не как терапевтический такой, да, в очищении, а именно терапевтический эффект, а именно утренний такой базовый ритуал, вы можете делать как? Что вначале, конечно, высморкаетесь, если там что-то есть, и можете немножко горячей водой вот прямо прогреть пазухи, либо полотенце там, да, намочить небольшое, прогреть, и делать такие вот надавливающие движения, прогреть эти зоны. И потом закапываете в каждую ноздрю по 1-2 капли вот этого анотайла. Если у вас анотайла нет, используйте чистое кунжутное масло. Тоже прекрасная будет история. И мы с вами наклоняемся, капаем и делаем активный вдох, такие вот, да, для того, чтобы в пазухе проникло. Наклоняемся в другую сторону, точно так же делаем. Вы еще можете потом делать такие активные движения массажные, прогреть. Можно прогреть еще ладошки, стопы немножко помассировать. И тем самым вы позволяете вот маслу проникать глубоко. И это, конечно, не сильно приятная штука, я вам честно скажу. Это не из области там приятных спа-ритуалов, а это из области таких уходовых вещей, но профилактических для того, чтобы вы сейчас в период вот этой пандемии, там период вообще в принципе, да, вирусных таких заболеваний респираторных, чтобы вы их мягко прошли. Потому что анутайлом обладает способностью усиливать, способностью вытягивать слизь. Например, я вот сижу спокойно, да, дышу сейчас, как обычно. У меня нет никаких проявлений. Но стоит мне покапать, я прямо чувствую, что как будто отовсюду вот это все собирается, и я прямо выплевываю там, вычищаю, и думаешь, господи, откуда это все взялось? Вот же ничего не было. Попробуйте тоже это себе включить, и это будет сильная история, потому что пазухи носа, когда мы очищаем, что такое нос? Нос, это на самом деле называется ворота в наш ум. Если мы почистили наш нос, да, убрали эту слизь, то, соответственно, у нас, опять же, четкость восприятия информации извне будет очень прямо точная, да. И еще также насиотерапию рекомендуют делать, когда у нас мимические морщины, да, либо излишнее напряжение в области лба. Мы такие всегда вот такие вот сосредоточенные. Вот, вот так, да, Лара. То, конечно же, насиотерапия, она расслабляет. И если вы такой вот курс сделаете насиотерапии, именно у специалиста, либо дома там, да, может быть, побольше капель, подольше этому уделить внимание, прогреть пазухи носа, можно над паром, прямо вот если увлечетесь, погуглите, посмотрите, либо на нашем курсе вы это почувствуете, да, вы сможете тем самым быстро почувствуете, что и морщины мимические, какие-то мелкие, они тоже проходят. То есть это еще и омолаживающая такая история. Мы с вами поработали с нашим ртом для того, чтобы у нас с вами вкусовые рецепторы были четкие, там, да, именно чистота восприятия вкусовых рецепторов была такая, прямо хорошая. Хорошая, это тоже важный аспект, я об этом не коснулась, когда мы, я когда говорила о том, что мы чистим рот от слизи, конечно же, мы еще и прорабатываем наши вкусовые рецепторы. На нашем языке есть, каждая зона отвечает за свой вкус. И это важный момент, что у нас язык чистый, и когда вы кушаете, чтобы все вкусовые рецепторы работали. Для чего это важно? Если мы, например, во время еды используем все вкусы, и сладкие, и соленые, и горькие, и вяжущие, и острые, и кислые, то наше удовлетворение от еды вообще просто будет моментальное. Наш ум прямо радуется. Если же мы, например, поели только картофельное пюре, котлетку и запили сладким, например, компотом, то мы коснулись только сладкого и коснулись только соленого, то остальные вкусовые рецепторы у нас не затронуты, и в связи с этим, конечно, у нас наступает чувство неудовлетворенности, и мы начинаем есть больше. Если же вы все вкусовые рецепторы в один прием, это в идеале, коснетесь, то вам нужно будет меньшее количество еды. Поэтому с утра очищение языка, вот в этом контексте очень важная часть утреннего ритуала. Почустили нос, и давайте мы перейдем с вами к нашим ушам. Это важный тоже момент, он связан с тем, что мы, понятно, слышать, да, должно быть, еще лучше, вариант, что мы мизинчик окунаем в горячее масло, в теплое масло, опять же, кунжутное в идеале, и мы начинаем просто промазывать масло, и здесь еще не только гигиеническая история, здесь еще история внимания к этому нашему ресурсу, да, и когда мы пальчиками просто прорабатываем, касаемся, мы как бы прорабатываем этот канал еще на тонком плане. И в аюрведе есть еще процедуры, которые, ну, это в клиниках делается, когда поджигаются определенные травы и вдувается в ухо этот дым. То есть тоже такой вот ритуал определенный, нацелен на то, чтобы у нас слух был более четким. И есть история, которая связана с глазами. Мы с вами, конечно, должны умываться всегда прохладной водой. Глаза – это больше горячий орган, и умываться горячей водой для глаз не очень хорошо, как, в принципе, для всего лица. И в аюрведе есть такая штука, называется сурьма. Может быть, те, кто был в Индии, часто видели, что мужчина и женщина подводят глаза такими черными-черными, как уголь, да, каким-то маслянистым таким средством. Это называется сурьма. Оказывается, я раньше думала, что это просто, ну, типа, дань моде, красоте, там, да, традиции. Оказывается, на самом деле сурьма состоит из определенных трав, пережженных трав. Басма называется, там разные определенные ингредиенты, травы разные, и также в составе есть масла. И когда мы подводим таким образом глаза, то мы усиливаем зрение, питаем наши глаза. Конечно, если мы в обычной жизни, наверное, с такой суперподводкой не выйдем в люди, но, в принципе, можно попробовать, особенно если у вас есть ситуация, связанная с глазами, либо там слизь образуется, либо зрение, ну, падает, то можете таким образом поукреплять ваши глазки. Просто потом перед выходом в социум вы это аккуратно смываете и наносите то, что вам нужно, и идете в люди. У меня вопрос, опять же, свой монолог прерву. У тебя на глазах сурьма? Нет, у меня на глазах... Слушай, я вот прям слушаю тебя, я понимаю, что нужно пойти где-то сиренабали и купить сурьму. А как она обычно выглядит? Это порошок, который потом расходишь маслом? Это, знаешь, это такая прямо, знаешь, готовая штука, в виде такой, ну, как палочки, что ли. При этом сейчас уже тоже индийцы не стоят на месте, у них есть разные штуки, когда ты выкручиваешь, у тебя выходит. Но чаще я видела, когда такой карандашик, такой, знаешь, конусообразный, такой вот такой, с пальчиком, да, с обычным палецом длиной. Вот, такая история. Мне кажется, у тебя очень интересный макияж, и можно его делать, на самом деле, сурьмой. Попробуй. Он такой жирноватый, такой карандаш, да. Попробуйте. И у него, ну, за счет того, что это травы, за счет того, что это масла, и это какая-то такая будет еще добавлена какая-то их энергетика, загадочность такая будет определенная. Обязательно потом нам покажи. Давай запустим челлендж. Красим глаза сурьмой. Я могу завтра, ну, или сегодня, сегодня уже не пойду, завтра пойду поищу здесь. Я как раз в Уде, а в Уде здесь, знаешь, прям есть все. Ну, вот это такой центр, не терапичный, здесь как раз про, ну, и здесь про духовное. Здесь много, здесь много таких магазинов, где очень много всего сугубо вот такого со смыслом. Поэтому, если я завтра найду, мы сделаем с тобой финальный пир с моим специальным аюрведическим макияжем. Прекрасно, прекрасно. Смотрите, мы уши почистили с глазами, глаза сурьмой намазали, нос почистили, рот почистили. Есть еще средства в аюрведе. Понятно, что это не история про ежедневный ритуал, но если у вас есть проблемы с дыхательной системой, либо если вы, ну, прожили, там, да, сейчас какую-то историю, переболели, там, да, и чувствуете слабость в дыхательной системе. Есть такой ритуал очищения дыхательных путей, называется дхума. То есть это мы вдыхаем дым. Мы можем, берем такую пасту, там может быть солодка, там, да, в аюрведе это называется яштиманду или лакрица, да, в классическом таком названии. Это порошок солодки, куркума, гвоздика, имбирь. Можно вот этой смесью пропитать хлопковую ткань или шелковую. И можно скрутить такую трубочку и подсушить на солнышке, например, и потом поджигать. И это будет лечебный дым. Честно признаюсь, я никогда вот этой темой не, ее не делала, но мне очень интересно будет попробовать. Я вот вернусь на Урал для того, чтобы вот тоже укрепить свою дыхательную систему. Обязательно это сделаю. И попробуйте тоже. То есть еще раз повторюсь, там солодка, куркума, гвоздика, имбирь. Мы размешали, можно добавить, ну, размешать с водой. И потом окунуть эту ткань, свернуть и подсушить. И поджечь. Поджигаем, и выделяется дым, и мы вдыхаем этот дым. И, ну, достаточно глубоко стараемся именно, чтобы у нас задействовались наши, все пространство наших легких. Это такая интересная тоже штука. Лара, попробуешь сделать? Так, ну, я вообще здесь, понимаешь, я уже настолько проникающейся темой. Мне кажется, я уже и на патрокарму управляю. Ну, поэтому давай мы начнем с вами рядом. И постепенно, я думаю, через недельку надо будет пробовать мне все новые ритуалы. Да, здесь, знаете, такой момент еще есть важный. А в аюрведе вот, ну, множество, да, разных каких-то ритуалов, важных каких-то моментов, нюансов и так далее. Некоторые люди говорят, о, там столько всего много. И у человека какая, да, у современного человека какая. Я вот это все не охвачу, значит, вообще не буду туда прикасаться. Особенно вот такой перфекционистский такой, да, либо делать все, либо ничего. И на самом деле аюрведа этим самым многих отпугивает. Вот я честно скажу, я вот 12 лет в аюрведе, но вот дхуму ни разу не делала, например, да, в качестве утреннего ритуала. И поэтому я могу сказать, знаете, такой вот момент важный, берите по чуть-чуть. Возьмите только для начала там, выделите, да, какой орган у вас наиболее или наименее прокачанный. Например, вы часто какие-то важные вещи пропускаете через уши, ну, не слышите, да. Ну, тут психика там, да, сказывается, что-то важное в своей жизни не хотим слышать. Либо, ну, либо, в принципе, да, в силу наследственных заболеваний у вас есть ситуация, связанная с тем, что вот вы плохо слышите. Либо там постоянно слизи там, да, образуются. Либо замечаете, что на языке какие-то постоянно там вот эти вот тоже налет присутствуют. Либо зрение у вас падает. Выберите один канал и вот прокачивайте неделю только его. И постепенно, когда уже это встало в какой-то вот прям как зубы почистить, уже берите второй канал и тоже его прорабатывайте. Можете чередовать там, да, например, летом у нас больше питто-доши в природе, либо там вот на Бали, да, больше, в принципе, всегда питто-доши. Соответственно, мы работаем в большей степени с глазами, да, потому что глаза больше страдают, когда питто-доши много. Ну, то есть постепенно входите, встраивайте постепенно. Не нужно сразу все нахлобучивать, а потом говорить, блин, вообще, это что такое, полдня на это трачу. Нет, нафиг, нафиг. Делайте очень прямо мягонько, аккуратно. Давайте еще коснемся промасливания тела. Абьянга называется. Да, мы этот челлендж уже запускали. Давайте еще раз повторюсь. Мне часто пишут, типа, расскажите подробнее, что это за челлендж, что за 40 дней промасливания и так далее. На самом деле, в утренний ритуал можно включить, это как ежедневный ритуал про масливое тело. И тоже, то есть вы масло подогреваете, кунжутное масло, это для вата-доши, кокосовое, и если жарко на улице, там, да, вы используете для питто-доши. Если вы дуальная питто-вата, например, да, и на улице не Бали, а Москва или Екатеринбург, и сентябрь, или почти октябрь уже, значит, вы тоже используете кунжутное масло согревающее. Если вы капха-доши, вам очень подойдет суперсогревающее масло, это горчичное. Либо горчичное мешайте с кунжутным. Горчица имеет таким подсушивающим эффектом. Для ваты-доши нельзя горчичное использовать, потому что вата и так сухая. Вы масло подобрали для себя. Как определить доши, все-таки промотайте там, поищите наши предыдущие эфиры, послушайте. Прогрейте это масло под строем горячей воды, либо на водяной бане. Ну, обычно я это делаю в ванной, там, да, я просто горячую воду включила, подержала баночку, бутылочку. Подогрелась чуть выше температуры кожи, да, чем температуры тела. И таким маслом наливайте на ладонь и такими, знаете, длинными-длинными движениями начинаете промасливать. Можно начинать с лица и с головы, да. Для головы, кстати, если вы заведете у себя масло брами, это будет очень хорошо снимать стресс, давать какое-то питание для головного мозга, будет очень хорошо влиять на тонизацию мозга. То есть брами масло, это прямо must have, особенно если вы такой деятель, мне кажется, сейчас все такие деятели, да, умственные. Вот, поэтому пусть всегда будет брами, и вы промасливайте голову с маслом брами. На лицо я говорила, что очень хорошо использовать масло кумкумади, это масло шафрана, либо крем кумкумади. И я вот, например, находясь сейчас на йоге, я кумкумади наношу на губы, мне прямо вот питает, не подсушивает. И мы от тела, вот вы подобрали себе масло, либо кунжутное, либо кунжутное с горчичным, либо кокосовое. И промасливаем тело уже все, прямо такими длинными движениями. Пусть при этом движения будут такие, знаете, любящие. То есть ни в коем разе вы не должны говорить, а-а-а, то есть вы никогда не обращали внимания на тело. А тут таки начали промасливать и заметили где-нибудь там, где-то венку, где-то там целлюлитик, где-то там лишний сантиметрик. Вот эти вот всякие негативные мысли там, да, по этому поводу вообще убирать. Вы любите себя, вы прекрасны, вы как раз массируете для того, чтобы вы себя, ну, вот эти какие-то несовершенства, просто они постепенно ушли. То есть вот этот важный момент, да, вот когда вы обращаете, разворачиваетесь к себе, начинайте к себе любимому обращаться с позитивным мышлением, с позитивным настроем, любящим настроем. И все, вот эти две длинные движения. Если у вас варикозное расширение вен, пусть рядышком с маслом брами у вас стоит масло, называется сахачеради. И зону непосредственно, где варикоз, промасливайте с маслом сахачеради. Движения такие будут длинные и вверх по ноге. Я сейчас вам рассказываю и начинаю себя массировать, правда масла нет. И, то есть вы даете поток движения вверх от ваших стоп. И сахачеради, оно укрепляет сосуды. То есть это будет такая прям поддержка. Понятно, на одного раза ваши сосудики так прямо не войдут, обратно не сузятся. Но вы почувствуете там неделя, две, прямо старайтесь. Потому что аюрведа работает медленно, но безвозвратно и прямо глубоко. Да, так устойчиво. Промасливайте тело и походите, побудьте. Наденьте какую-то одежду, которую вам не жалко. Да, и поделайте какую-то суставную гимнастику. Можете йогой позаниматься. Перед йогой, конечно, обязательно помойте руки, потому что у меня был опыт. Я промаслилась, встала на коврике и чуть не разъехалась. Да, это такая смертельная история. Поэтому обязательно смывайте со стоп, с ладоней излишки масла и тогда йогой на коврик. Либо пол помойте, да, тоже движение добавьте себе. А потом принимайте душ. Принимайте душ, пусть он будет таким горячим, такие тоже движения, смывающие масло, такие тоже длинные. Как будто абьянгу уже делаете при помощи воды, да, смываете масло. Я, в принципе, не рекомендую смывать масло, используя какие-то гели для душа. Потому что если вы нам нанесли масло, потом используете гель для душа, вы почувствуете суперсухость кожи. Нам это не нужно. Поэтому, если вы купили вот эти аюрведические масла, они обладают таким запахом травянистым. И в связи с этим может быть такой момент, что вы, если не смываете масло и надеваете какую-то одежду, да, и выходите в свет к людям, то можно поймать какое-то ощущение, что вам бы так не хотелось, да, пахнуть. То тогда вот эти вот масла, которые терапевтические, аюрведические, вы можете использовать вечером, да, и уже спать, ложиться. Обязательно смывайтесь, конечно, не оставляйте на ночь масла, часик, там, полчасика походите и смывайтесь. И да, 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 как раз нужно потом обязательно смывать. И вы смываете. Здесь уже с утра можете принять душ, как любите. Обычно используя уже гель для душа, чтобы вот этих историй, то, что запах масла есть, чтобы этого не было. Окей. И мы с вами промасливаемся, что мы за счет этого получаем? У нас с вами, мы улучшаем кожу, мы с вами укрепляем наши сосуды, да, укрепляем наши кости. Еще раз повторюсь, в кунжутном масле очень много кальция. И кожа наша – это самый большой орган в нашем теле, и она абсорбирует в себя масло и начинает все внутри работать. Вы можете даже заметить через длительное, ну, даже недельное промасливание тела, прям правильное, долгое, с прогреванием, с последующим в бане или в ванне, или под душем. Вы почувствуете, что вы ходите в туалет, как будто вас изнутри промаслили. То есть, да, это такое у вас не напряженная такая, получается, может быть, история с каким-то... Оп. Ага. А именно такая вот, такой мягкий чипок, и все. То есть, как будто вас изнутри промаслили, и все из вас просто выходит. Я считаю, что это прямо крутая история для людей вата-доши, которые, в принципе, такие сухие, да, изнутри тоже. Иной раз в туалет сходить получается, ну, так, нужно либо специально чего-нибудь съесть, либо поработать. Вот, когда вы промасливаться начинаете, это у вас появляется такое достаточно милое такое событие утра. Хорошо, мы с вами промаслились. Какие-то были вопросы. Прямо, смотрите, промасливание так всех трогает. Это мне так радо. Вот, Лилия... Извините. Давай я немножечко поздаю вопросы, что были. Давай, давай. И вообще, девочки, пока мы отвечаем стримы на вопросы, напишите нам плюсы-минусы, кто уже начал промасливать, кто еще нет. Потому что это очень крутая история. Мы специально сейчас вас так постоянно про это вам рассказываем, потому что если вы начнете вместе с нами, то вы сами этими эфирами будете мотивироваться. Римма дает еще такой объем информации, ну, то есть невозможно не перенимать опыт. Дальше вы сможете это сделать уже без нас, потому что вы войдете в эту нужную привычку, в нужный ритм. Смотри, вопрос по поводу души. Опять же, я дублирую. Ольга пишет, что пять дней уже промасливались. Ай-яй, Ирина, вы прямо молодец. Респект. Я, кстати, готовлю подарок для тех, кто сорок дней промасливается. И отмечайте, пожалуйста, нас. Мы какой-нибудь ценнейший аюрведический бокс вам отправим. Вот, поэтому, да, не стесняйтесь. Это же тоже для вашей мотивации. То есть вы будете это делать, и это же будет, как такая, знаете, ритуал. Так, мне нужно сегодня отметить, потому что уже стыдно перед подписчиками, перед кем-то еще не продолжать. Для многих это тоже очень хорошо работает. Так, по поводу душ. Вы можете просто посмотреть у нас же в закрепленных сторис. Там будет отдельная такая закрепленная сторис, ну, вот прям серия сторис, где мы разместили тест для вас на определение своей души. Он большой, но вы просто пролистайте все вопросы, и тогда он будет максимально точным и поймете, какой вы тип. Потом еще был интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, почему его все любят? Ведь с химической точки зрения оно не особо полезно. Там достаточное количество плохого холестерина. Я ничего не знаю про это масло. Расскажи то, что ты знаешь, как ты. Смотрите, на самом деле плохого холестерина там нет. Потому что что такое масло ГИ? Представьте себе, взяли там огромное количество молока, и для того, чтобы довести его до состояния небольшого количества масла ГИ, у нас проходит множество этапов. Из молока вначале сделали сметану, сливки, из сливок сделали сливочное масло, и сливочное масло уже перетопили. Вы попробуйте сами это сделать, и вы увидите, что молочный белок оседает на дно, образуется еще пенка, пенку мы тоже убираем, и масло ГИ становится таким прямо, ну, то есть топленое масло становится таким чистым и прозрачным. Можно посмотреть на Ютьюбе, как правильно приготовить ГИ, вникните тоже в эту историю. Там просто нужно достаточно длительно, на небольшом огне. Если, конечно, есть возможность, кто-то живет в деревне, и у вас есть печка, потопить в печи прямо, есть большая разница, потому что у меня у бабушки топленое масло, она делала всегда в печи ранее, и в своей деревне. И я могу сравнить, там, да, ГИ, которое, оно не называлось ГИ, оно называлось просто топленое масло, они, конечно же, в деревне раньше это использовали повсюду. Шанишки помазать, в кашу добавить, там, что-то пожарить на нем. То есть постоянно только ГИ используются. И да, конечно же, от этого становится прямо очень питательной и наполняющей. И вот, и вкус отличается, когда это сделано на печи. Если есть такая возможность, сделайте так. Либо если где-то продается именно в таком варианте сделано, тоже понимаете, что это более ценная история. И получается, что топленое масло ГИ, оно как золото. Так, девочки, напишите. Это у меня связь пропала или у вас тоже? Да. Напишите, пожалуйста, комментарии, у кого мы подвисли, у кого все хорошо. Пропала, да. Ну, сейчас мы добавим повтор на Рима. Так, да, вот она к нам возвращается. Слушай, меня вообще выбросило. Ты видишь, мне кажется, что это такое. Он просто периодически выбрасывает, когда у него какой-то лимит. Поэтому нужно все время возвращать к нам. Хорошо. А сколько уже мы с тобой в эфире? Я не отслеживаю. Ну, мы же сейчас не ограничены часом, поэтому мы можем закончить, когда мы решили закончить. У нас будет. Хорошо. Да. Так, у меня просто есть тоже свои ритуалы, которые я должна сделать. Я решила исследовать в Сочи, как делают абьянгу. Делают как масляный массаж. Что? Расскажи, что это. Абьянга. Масляный массаж всего тела. Я решила попробовать, как делают здесь. Я нахожусь в гостинице в центре Сочи. И увидела нечаянно, что у них есть буклетик. И там прямо вот мои родные слова. Абьянга, сундари, уходовые процедуры и так далее. Я думаю, а как делать здесь? И вот я записалась сейчас там к мастеру. Перед этим с ним пообщалась. Я говорю, с каким маслом вы делаете? Он говорит, да я не знаю. Ну, с маслом, травой, ним. Я говорю, так ним это трава, а масло какое? Так ним, наверное. Не верно. И там такая история, когда он говорит, да, я ничего в этом не понимаю, он мне сказал. Я думаю, ну, боже, зато стоит слово аюрведа. Ну, конечно, немножко обидно, но я сказала, что во время массажа я ему все расскажу. Так что мне нужно будет через какое-то время бежать. Давайте про топленое масло ГИ я скажу. На самом деле там нет плохого холестерина. Чем он хорош? Вы когда готовите на топленом масле еду, вообще, в принципе, уберите растительное масло с точки зрения прожарки овощей, там, либо, ну, каких-то таких историй. Жарьте только на топленом, либо на кокосовом. Это единственные масла, которые выдерживают горячую температуру. И вы прямо потом начнете чувствовать, когда вы едите еду, которая с растительными маслами обжарена, и когда с топленым, у вас усваиваемость продуктов будет выше. Топленое масло наряду с медом является таким глубоким-глубоким продуктом, который позволяет, как проводник, уводить все питательные вещества хорошо. Если вы чувствуете, что у вас недостаток микроэлементов, там, ну, такие вот всякие ситуации, там, чего-то не хватает, там, да, по анализам, вы поймите, что как раз одной из причин может являться то, что продукты не проникают глубоко, микроэлементы не проникают глубоко. А топленое масло позволяет продуктам, питательным веществам проникнуть, вот, седьмой уровень ткани, я на одном из эфиров говорила, вот эта вот шукра, да, ткань, это наше, у мужчин это семя, у женщин это яйцеклетка, они как склад энергии в нашем теле. И как раз топленое масло, мед, они прямо чуть ли не моментально, там, да, проводят питательные вещества, микроэлементы, какие-то травы, их влияние подводит сразу до уровня седьмой ткани. Скажем, если мы это не используем, а обычно там питаемся, то до седьмой ткани могут питательные вещества доходить, там, например, там, в зависимости, опять же, как, что мы едим, там, да, на седьмой день, на четырнадцатый день. То есть это такая отложенная история, либо такая практически моментальная. Исходя из этого, вы просто топленое масло используете. Если вам нужно какой-то препарат, траву, вы принимать, вы можете прямо с этим топленым маслом перемешать и выпить, у вас глубже пойдет, да, и моментально будет воздействие. Поэтому те, кто у меня проходит, ну, намерены проходить онлайн-курс, мы там принимаем натощак топленое, будем принимать топленое масло. И те, кто прошел, выбрал с консультацией, я прямо индивидуально подбираю топленое масло, именно аюрведическо-медицинское, для того, чтобы вы, принимая натощак с утра, еще и подпитали тот либо иной орган, да, либо женскую репродуктивную систему, либо кого-то там очень чрезмерно, они живут в уме и от этого страдают, либо туда, да, мы идем, акцент, либо на органы пищеварения и так далее. Вот, поэтому не отвергайте топленое масло, изучите эту тему чуть больше, чуть глубже, и пусть войдет ваш дом, обязательно. Я, знаешь, прямо мне так нравится с тобой общаться, я так люблю смотреть на тебя, и с тобой прямо, знаешь, такой поток какой-то информационный идет, но у меня там ждет ученик-массажист. Я просто предлагаю, ты вообще можешь договориться с этим отелем, ты же можешь для них сделать просто повышение квалификации для их сотрудников, если он даже не знает, на какой масле он делает свой. Ты знаешь, на самом деле, это вариант, конечно, но я пойду другим путем. Я сейчас верну, ну, приехала в Сочи из Головинки, это такое очень красивое место, очень сильное место, огромные просторы, много интересных построек, зданий красивых, и сад очень красивый. Я решила 23 октября провести там пончикарму недельную, недельную пончикарму прямо офлайн, да, я тоже специально туда обратно вернусь, и именно там я буду проводить все то, как я знаю, да, потому что и йога там у нас будет, и нумерология, и дыхательные техники, и походы в гору, и бани ежедневно, там есть возможность греться, и мастера массажа, там, да, мы это организуем, еду тоже, именно детокс, конечно, она будет. Недельный курс прямо в Сочи, на берегу моря, в отдалении от шумных каких-то пляжей, и очень красивая инфраструктура, и с пространством для детей, то есть можно даже с детьми приехать туда, и есть куда их пристроить, поэтому имейте этот момент в виду, зайдите ко мне в аккаунт, я там подробно рассказываю, и, наверное, после вот ближайшие там часы напишу об этой истории, присоединяйтесь, это будет прямо глубокая проработка. Можно попробовать успеть на детоксе онлайн, понять, опа, а что же, если я такие результаты получаю просто онлайн, а что же происходит, когда я это буду прямо сама погружена, и массажи мне будут делать мастера, а не я сама там, да, то будет, конечно, результат очень хороший и глубокий. Я вас всех приглашаю, приезжайте на Панчикарму в Сочи, на Черное море 23 октября, на недельку. А здесь, а этот, чуть не назвала название отеля, а здесь пусть сами растут и совершенствуются. Вот, окей. Спасибо вам, спасибо, Лара, я прямо счастлива еще раз тебе скажу. Мы надеемся, что тебе понравится. И нам в следующий раз в пятницу, девочки, у нас в пятницу финально будет с Римой уже прямой эфир, тоже в 11, также в виде. Поэтому все, что вы еще не успели посмотреть, пересмотрите. У нас там один общий кэш-тэш, по нему просто все найдете, чтобы у вас, если вдруг остались вопросы, это реально будет последний шанс такой в прямом эфире с Римой пообщаться, подзадавать. И мы будем говорить про уже все методы почищения организма по аюрведе в пятницу. Поэтому расскажешь нам про массаж в пятницу? Да, хорошо. Пытаемся уже такое подвести итог. Потом у Римы будет этот онлайн-курс для всех, кто не в Екатеринбурге, для всех, кто в разных городах, там, в других странах. Можно будет вместе с ней потом пройти по анчикарму. Тоже у нее уже есть в ее профиле все ссылочки, мы к себе добавим уже к концу недельки, чтобы вы у нас могли тоже найти. И те, кто хотят, уже думайте и планируйте. Какого числа вы начинаете? 23 октября уже стартует наш онлайн-курс, но до этого времени нужно получить список, успеть закупиться необходимыми, небольшое количество. И в принципе стоит всего полторы тысячи. Но вы получите такой четкий инструментарий, который можете повторять и повторять для себя. Делать раз в три месяца, раз в полгода. И ваше улучшение в здоровье, они будут по нарастающей идти, по накопительной. Вот. Так что подписывайтесь, присоединяйтесь, заходите и тому подобное, что там нужно говорить. Все, я тебя целую. Да, мы тебя отпускаем. Спасибо тебе большое сегодня и до встречи в комплекте. Пока-пока.